Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Франц Гальстарший. Портрет юнкера Вилема ван Геткейзен. Сначала. Гальстарший один из первых и главных представителей реалистического направления в голландской живописи 17 века. Он был учеником Карелия ван Мандера в Гарлеме, где сам Гальстарший работал и жил безвыездно до самой смерти. Многие из лучших голландских мастеров были учениками Гальса. Вследствие беспорядочного образа жизни, несмотря на заказы, очень нуждался и даже получал помощь от магистрата Гарлема. По меткой характеристики и жизненной правде изображенных лиц, Франц Гальстарший стоит в ряду величайших портретистов всех времен. В выражении добродушного, веселого юмора он неподражаем. В предлагаемом портрете молодого Патриция выражается та же бодрость и сила, которыми отличается большинство произведений голландских портретистов. Однако ни один из соотечественников Гальса ни в отдельных портретах, ни в группах не сумел так ярко передать ту характерную смесь тонкой иронии и неподдельного сознания своего достоинства, которое присуще исключительно портретам великого мастера. Иногда это выражение доходит у него до степени настоящей испанской грандеза, кавычки, до монументальной величавости в лицах и в позе. Рядом с этим изображением даже лучшие портреты Ван Дейка могут показаться манерными. Впрочем, как раз некоторые детали, воспроизведенные нами портрета, написанная в 1630 году, указывает на влияние Ван Дейка, который после поездки в Италию временно жил в Голландии. Перед большой матово-красной драпировкой, за которой открывается вид на разбитом во французском вкусе сада, стоит в горделивый позднем молодой, несколько грубоватый, в своем самодовольстве кавалер. Левая рука его упирается в бок, правая покоится на высокой шпаге. Поза вполне передает характер человека в гордом самосознании, опирающемся на знатность рода. Краски картины несколько тупы, в кавычках, но сильны и великолепны по общему тону. Письмо вблизи отличается свойственной художниковой свободой мастерства. Издали же кажется очень тщательным. Франц Гальс писал портреты не только отдельных людей и семейных групп, но и целых корпораций. Особенно ярко выражался его талант в головках и поясных фигурках несколько жанрового характера. Таковы его играющие дети, рыбаки и рыбачки, веселые парни и смеющиеся девушки. Картины Франца Гальса, которых насчитывается до 160, хранятся в Берлинском музее, в Лувре, в Гарганском музее, Вены и других. В Эрмитаже Франц Гальс Старше представлен четырьмя отличными произведениями, среди которых особенно знаменит портрет какого-то военного. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественная репродукция в фотогравюрах. Бодейк-Напа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания.